С 30-0. Я сравняла счет по 30. Два мяча подряд. Очень важных выигранных. Эмоции уже. Но хоть эмоции начались, я думаю, что это тоже в какой-то момент ее заведут. Да, подстегнут даже. Два мяча подряд. Как главное, основное, что произошло сейчас в женском теннисе? На мой взгляд, что все-таки Карлина Возняцкая стала первой ракеткой в мире. Хорошо это для женского тенниса или? Я считаю, что это отлично. Потому что, во-первых, случайно первыми ракетками не становятся, безусловно. Да, мы можем говорить о том, что там Сирена, Венус мало играли, Ким Жустин тоже получали травмы. Но все равно еще тысяча человек, помимо этих девушек, и они все хотят стать номером один. Да, это просто яркие личности, за которые болеют, яркие личности, за которых, может быть, которые привыкли побеждать, и мы привыкли знать то, что они номер один. Но появилась новая молодая девушка, симпатичная, которая играет хороший теннис. Может быть, он не такой агрессивный и сильный, как там кто-то хочет его видеть. Но он тоже имеет свои какие-то плюсы. Поэтому я думаю, что это замечательно, что есть имена, за которыми мы начинаем болеть, переживать и так же следить. Да, но я почему задала этот вопрос? Все-таки у Вознецки скорее нельзя сказать, что у нее защитная игра. Но все-таки она не агрессивная, не такая яркая. Да, да, согласна. Но она, знаете, с другой стороны, она же понимает, что она этим выигрывает. Она же понимает, что она стала благодаря такой игре номером один. Почему надо менять и подстраиваться там под общий какой-то принцип того, что... Ну, она и не может. Ну, да. У нее по складу характера такая должна быть игра. Ну, и к чему это должно привести? Кто может появиться следом, который мог бы уже двинуть теннис куда-то дальше, чуть... Делать его более ярким, может быть. Потому что здесь все-таки вот 80% все-таки теннисисток доигрывают. Ну, они уже играли со мной, кто-то играл даже до меня, поэтому, наверное... Ну, да, ну, сестры Уильямс, ну, год-два, ну, максимум у нас сейчас проиграют. У Виннеса уже вот-вот она на исходе. Подумывают о том, что не в этом году, так в следующем, не в следующем, так через год закончат свои выступления. Там, та же Лена Дементьева. Да и Саманта Столсор, которая в расцвете силы, уже 26 все-таки. Ну, она еще поиграет, я думаю, потому что она и физически очень крепкая. Вот, но все-таки вот если молодые какие-то следом завозняцкие, обратила-то внимание на кого-то? Ну, прям конкретно, наверное, сейчас не назову ни одну девушку, которая приходит на ум. Наверное, может быть, нам стоит подождать. Должны же скоро появиться яркие звездочки, которые смогут заменить девчонок. Да, 14-15-летние, да? Просто не так пристально следим, наверное, за... Нет, следим, выбираем. Ну, пока вот таких вот суперзвезд незаметно. Потому что вот мы наблюдали как раз историю этих чемпионатов. Здесь есть самые юные участницы финала чемпионата мира. В 14 лет участницей самой юной была Дженнифер Каприати. Не случайное явление в теннисе, потом это целая история. Тресси Остин была одной из самых молодых участниц, ей было 15 лет. Она потом стала победительницей, тоже история. То есть вот были времена, когда появлялись яркие личности в 15-16-17 лет. Ну, Лена тоже появилась достаточно, сколько ей было... Ну, ей было уже 18-18. Ну, 18-18, но все равно. Да, ну, в общем, раскрываются теннисные дарования где-то вот примерно 18-19 лет. А вот следом за Возняцкий пока... Да, конечно, Азаренко. Ну, она уже так давно в туре, что... Мы привыкли к этому шагу. Мы привыкли к Вике, да. В принципе, все девушки молодые. Все равно, если посмотреть, им всем там от 24-23 до 26-ти. Они, конечно, еще будут много лет в туре, но... Если мы говорим про 15-летние... Кто-то может потеснить, Вика. Вика, я согласна. Та же Вера Звонарева. Вера уже вообще близка к этому. Да. Вообще, я думаю, что следующий год тоже будет полный неожиданностей и сюрпризов, как и все остальные. Ну, что ж, сутбол, между прочим. Вот первый сет за 100-сет. 6-4. Когда Лена упустила, вот маленькая, маленький шанс все-таки повести в счете, было ясно, что и Стосор успокоилась чуть-чуть. Вот она, когда выиграла этот гейм на своей подаче, когда она дергалась, повела 5-4, она ее немножечко как бы отпустила. Она успокоилась. Стосор, конечно, игрок, который может еще выиграть, может быть, даже какие-то и турниры большого шлема не исключаю. А вот чем ты объясняешь так, что бельгийские теннисистки так мало играют? Ну, с Ким, мне кажется, тут и так все понятно. Все-таки на своем опыте, скажу, дети отнимают много времени. Поэтому, конечно, наверное, столько турниров, сколько играют остальные девушки, просто физически невозможно. Потому что постоянно ездить с ребенком, но это очень сложно и для ребенка в первую очередь. Я думаю, что таким он прераскивает. А что касается жестень, то я лучше оставляю эту тему без комментариев, честно, чтобы не очень хочется мне ничего говорить. Ну, да, просто есть много подозрений, которые неоправданы, то есть они не имеют подтверждения. Не имеют подтверждения, да, вы же сами понимаете, в нашей стране что-нибудь скажешь, а дальше... Нет, на самом деле странно, потому что еще стен вернулась в теннис. Это же огромное усилие. Конечно, конечно. Это огромная работа была проделана. И вдруг внезапно на полпути раз и остановилась. Да, объясняю, это, конечно, травмы, но... Травмы как-то очень долго, да. Итак, второй сет. Ну, все меньше и меньше шансов у нас рассуждать на тему. Удастся ли Лене выступить в полуфинале, но еще пока какой-то теоретический вариант существует. Спасибо. Спасибо. Малиска сейчас была. Все-таки ощущается конец сезона. Вот я вспоминаю их встречу на Юйсопен. Они, конечно, играли и быстрее, и жестче. Я думаю, что еще нервозность здесь ощущается еще больше. Каждый из них понимает, что на кону стоит все равно у 140, если она проиграет, все равно. Мало ли что, вдруг дальше случится. Тем более такое хорошее начало, нужно все испортить. А на какой-то случайности.